Ну что, погнали. Видно будет только вот этот красный огонек, потому что время позднее, уже нифига не детское. Я уже забыл, как выглядит, что так фонарь, походу, не работает, да? Сели батарейки, только подсветка, ну ладно. Спрашивается, что я делаю, да? Ну, я не знаю, что я делаю. Конечно, я делаю не очень хороший здравомыслящий поступок. Я голоден уже сейчас, то есть как-то дома не нашлось ничего поклевать нормального. Я с собой что-то накидал, но тоже все очень смутное. Я взял с собой деньги, да, но я заведомо знаю, что нету магазинов в тех местах, куда я еду. Но почему так происходит? А потому что я, блин, устал. Устал не кататься на велосипеде и не испытывать каких-то действительно серьезных физических нагрузок. То есть я чувствую, что я начинаю толстеть, и мне совершенно это не нравится. Я еду по скоростной трассе, а так и не скажешь, да? Ну, потому что очень трафик небольшой совсем. И, конечно, ну, в принципе, можно сказать, что это минус, потому что у меня фонарь не работает. В нем села батарейка. Сейчас я подсвечиваю себе айфоном, но на него и так большая нагрузка. Он считает километры. Надо будет остановиться и подключить его к питанию сразу же. Да, решил поехать по трассе все-таки, потому что как-то так прямо, да и все. То есть у меня вообще, я подумал, какая у меня задача. У меня задача проехать 100 километров. Вот и все. То есть каким образом это совершенно... Ну, не по лесу, естественно, да, но... И тут вот был поворот, можно было повернуть направо, но это совершенно беспонтово, потому что там вообще кромешная тьма. То есть там, если здесь нет фонарей, то там их нет. Тем более, и если здесь редко машины ездят, то там они вообще не ездят. Вот сейчас впереди едет машина и светит мне дальним. То есть вот если без фонаря, то есть вот таким образом... Ну, получается вообще вот дискотека какая-то там, да? То есть очень все плохо видно, короче. И очень сильно тормозится из-за этого вообще вся поездка. Ух, вот здесь пятачок освещенный, потому что дальше идет виадук. Ну, и, собственно, поэтому он и освещен. И, честно говоря, я как будто из какой-то норы вылез на свет, потому что ехать, конечно, ну, блин, трудно ехать. Очень все тормозится. Говнюки и автомобилисты не выключают дальний свет и приходится буквально до полной остановки. Просто полностью останавливаться, потому что ты просто себя каким-то загнанным зверем чувствуешь, потому что ничего не видно, ничего не понимаешь, куда ты едешь. То есть трудно чисто психологически крутить педали, даже если ты знаешь, что дорога-то более-менее ровная. Но, тем не менее, ни черта не видно. Капец, я не знаю, что я буду говорить потом, но сейчас я могу сказать, что просто очень страшно. Вообще, капец, Палевна. Пробежала косуля. Я чуть штаны не наложил. Еще какие-то шорохи в кустах тут. Это просто жопа. Я сейчас ехал без включенного фонарика на айфоне. Жуть! Вообще жесть просто. Я не знаю, как я это выдержу. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Oh, baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Oh, I don't, I don't know, what can I do? What else can I say is up to you? I know we're one, just me and you. I can go on. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Что-то я так запелся, я чуть не уехал совсем в другую сторону. Блин, ну я хочу сказать, что вообще вот по свету ехать, ну, просто благодать. А без света это каждые 10 километров они превращаются в 20 километров, если не в 30. Просто вот я сейчас, наверное, проехал, я посмотрю, конечно, сверю, но, наверное, километров 30 я проехал. Всего лишь вообще каких-то 30 километров, то есть 30 процентов от маршрута я уже задолбался вообще просто в хлам. И вот сейчас я еду, я ни хрена практически не вижу. Просто жесть какая-то. Это, ой, ну, дождаться от пидорасов чиновников, когда они проведут здесь электричество везде, по трассе, блин, хотя бы, да? Ну, это бессмонту. Ждать надо... Надо поехать в цивилизованную страну и покататься с нам на велике. Кстати, неплохая идея. Я на заправке. Спрашивается, что я делаю на велосипеде на заправке. Ну, дело в том, что тут вообще можно что-то все-таки даже перекусить. Ну, хотя на самом деле ничего особенного. Наверное, только шоколадки какие-нибудь и мороженое. Если ничего не изменилось за это время, когда я тут был. Ой, короче, но это с 7 до 10, представляете? Ну, с 7 до 22. В смысле, вот так вот. Ой, ну, что я хочу сказать. Еду, держу в правой руке телефон. Конечно же, неудобно. То есть, это вот таким образом получается. То есть, как бы едешь вот так вот, как-то это все дело держишь. Очень неудобно. Из-за этого не имеет левая рука, что характерно, да? То есть, вроде, держишь правой, не имеет левая. Но связь есть, конечно, потому что нагрузка идет на левую руку. И, блин, вообще не знаю. Сейчас просто уже спина болит. Жопа болит, извините за выражение. Короче, просто, походу, надо звонить в эвакуаторное какое-нибудь такси. А я продолжаю ехать вперед. И я не знаю, как вам. Мне лично вообще ничего не видно. То есть, если вот так убрать. Ну, это просто... Ну, да, тут моргает, конечно, этот сигнал. Ну, ни хрена не видно вообще. Все-таки вот эта поездка, это полнейшее безумие. Полнейшее безумие вообще. Нафиг, нафиг я поехал. Я ненормальный абсолютно. Вот что значит дошел до точки кипения. То есть, все, типа... Ну, чуть попозже покатаюсь, чуть попозже. А чуть попозже дожди какие-то, еще что-то. Ну, не сейчас, ну, не сейчас. И вот сорвался, блин. Безумец, беглец, дороги нет. А я таки доехал до поворота, до которого хотел. Это был ориентир в 50 километров. Кстати, на самом деле 47 километров. А вот до заправки не 30, а 35. То есть, вот так вот странно. И получается... Ну, как и на самом деле не странно. Я думаю, что это связано с тем, что раньше я это мерил как-то по Google Maps в большей степени. То есть, просто там линейкой там и так далее. А сейчас это все идет по GPS через программу Endomondo, на которую я делал обзор. Что я хотел сказать? Ну, блин, короче, клево. Я как-то даже в раж вошел. То есть, как-то так прям втянулся в это дело. Ну, все равно, все равно. Очень, очень, ну, не знаю. Непонятно, для чего я это делаю. Просто непонятно. Все-таки, знаете, у каждых каких-то поступков должен быть смысл. По секрету я выбрал опцию, чтобы меня забрали. Никогда этого не делал. Но сейчас я вот так чувствую, что я бы доехал. Все вообще нормально, все круто. Но, когда я звонил, было вообще далеко не круто. Ой. Краповый дождь, сприколите. Дождя не хватало. А небо, кстати, прекрасное. Прекрасное августовское небо. Это за мной. Ну, проехал я в итоге сколько? 51,2. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА